ПОЛЕЗНЫЕ УТРО ПОЛЕЗНЫЕ УТРО Вы видите, это не театральные костюмы, не костюмы, созданные для кино, это точные реплики, фактически это музейные костюмы, которые можно использовать для ношения. Они соответствуют по материалу, они соответствуют по технологии изготовления, они соответствуют по колористике, то есть полное-полное соответствие. Ну и я надеюсь, что они соответствуют по душе тех людей, которые занимаются военно-исторической реконструкцией, реконструкцией исторического костюма. Ну подозреваю, иначе не занимались. Ну да, иначе этим надо жить. Ну первый слайд, который я хотел бы продемонстрировать, видите, мы любители военной униформы, не одиноки. На этом слайде изображен государь-император Николай Александрович в формном походном обмундировании снаряжения русской императорской армии после реформы 1907 года. Надо сказать, что фотография сделана в Ливадии, когда он распорядился выдать ему солдатское обмундирование снаряжения и совершить 20-верстный марш для того, чтобы проверить, насколько оно подходит для русского солдата. И надо сказать, что государь был удовлетворен. Но наш разговор, я бы хотел, чтобы мы начали с немножко более ранней эпохи, с эпохи русско-японской войны 1904-1905 годов. Ну и первый наш небольшой сюрприз, это демонстрация униформы русского солдата эпохи русско-японской войны. Это 5-й Восточно-Сибирский полк. И надо сказать, что Владимир глубоко занимается этой темой, закончил аспирантуру по тематике военного обмундирования и снаряжения униформы русской императорской армии. Надо сказать, что сам создает эти костюмы, является сотрудником Музея истории и религии. И сегодня я бы хотел, чтобы он в первой части составил мне, так скажем, помог мне в разборе этого костюма, поскольку детально создавал его сам. И может рассказать и о конструкции, и об образцах. Ну, конечно, это была бы отдельная большая лекция. Недаром вот с Владимиром мы написали целую большую книгу, которая ждет своего издателя. Вот 600 страниц об обмундировании и снаряжении русской императорской армии. Владимир, немножко о костюме. На мне сейчас летняя походная форма 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, которая была характерна на начало 20-го века, 1904-й, 5-й год, русско-японская война. За основу был взят комплекс обмундирования начала царствия Александра III, образца 1881 года. Ну, а элементы снаряжения добавлялись позже, 80-е, 90-е годы. Конечно, главный вопрос, почему геомендарка белая? Ну, я, наверное, немножко дополню. Да, действительно, до 1907 года форма была белого цвета, вот как на этой замечательной работе, иллюстрирующей события русско-японской войны. Но, наверное, о деталях все-таки. И чтобы успеть нам, мы обнаружили еще на прошлой передаче, когда мы говорили о парадной форме русской императорской армии и гвардии, что те 40 минут, даже меньше, мы можем просто не успеть рассказать о самом интересном. Поэтому, слушай, на плечо, кругом. Ну, вот, мне бы хотелось, чтобы вы увидели весь комплекс обмундирования и снаряжения солдата эпохи русско-японской войны. Некоторые детали. Чехол, сапожный чехол для сапог. Да, шинель в скатку. Шинель в скатку будет носиться также и в годы Первой мировой войны. Это, собственно, солдатская торба. Ну, Володя прокомментирует немножко о солдатской торбе. Она была введена в 1882 году. В 1889 была видоизменена. Ее очень не любили по воззывам солдаты, поскольку, по их словам, она напоминала мешки богомольцев. Дело в том, что в русской армии до туго носился брезентовый иранец образца 1874 года. И он, честно говоря, выглядел гораздо более амтоважным. Кругом, к ноге. Ну, и некоторые детали. Да, трехлинейная винтовка. Надо сказать, что тоже оригинальная. Подсумки для трехлинейной винтовки для патронов. Они будут немножко отличаться от тех подсумков, которые мы увидим на солдатах Первой мировой войны. Те уже появятся в 1909 году. Водоносная фляга, как без воды. Дополнительный подсумок обязательно. И немножко о форме белого цвета. Она оказалась действительно неудобной и привела к очень большим потерям. Надо сказать, что к униформе защитных цветов стремились все армии мира. Первыми были англичане, но переоделись они только после Англо-Бурской войны. Надо сказать, что русская императорская армия, учитывая последствия русско-японской войны, в 2007 году тоже переоденется. Но немножко о том, что же во время японской войны приходилось делать. Самолично перекрашивали на поле более свои белые рубахи, потому что белый цвет оказался наиболее заметным. Да, перешивали даже из башлычной ткани вот такого вот цвета. Создавали тоже гимнастерки для того, чтобы быть менее заметным. Потому что, ну, жить хотелось всем. А как вы понимаете, белый цвет, он очень яркий и непрактичный. Что еще стоит сказать? Тогда же, после русско-японской войны, проанализировав, как выглядела форма русских солдат и офицеров, офицеры-то были тоже в белых кителях, в белых мундирах. И сами понимаете, ну вот на этой картине это очень хорошо видно. Большие потери. Тоже приводило к большим потерям. Поэтому уже в 1906 году создается комиссия по определению наиболее оптимального цвета для новой формы, которая появится в 1907 году. И такие эксперименты проводились в красносельских лагерях, здесь под Петербургом, где ходили солдаты в формах различных цветов. И чиновники главного интендантского управления, технического комитета главного интендантского управления следили за тем, чтобы определить, какой же цвет наиболее подходящий для будущей униформы русской императорской армии и русской императорской гвардии. Потому что все понимали, что мы находимся уже на пороге новой большой общей европейской войны. И к этой войне, с точки зрения костюма, мы должны были быть готовы. И еще раз обращаю ваше внимание к сюжету, который мы уже посмотрели, о государе-императоре Николае II, который тоже активно работал в направлении подготовки наиболее оптимального бандирования снаряжения для русских солдат. Сам государь тоже приложил свою руку к созданию этой униформы. Дело в том, что на всех фактически приказах и циркулярах главного интендантского управления, касающих униформы русской императорской армии, наличествует бирка с подписью военного министра, в частности, военного министра Сухамлинова, и также рецензии государя-императора Николая II. Но об этом мы поговорим дальше. Буквально на несколько минут прервемся. Сейчас реклама, а потом вернемся в студию и поговорим о походных мундирах еще. Продолжаем нашу костюмированную лекцию в рамках внеклассного чтения. Сегодня говорим об униформе русской армии, период начала 20 века. В гостях у нас Алексей Аронович, доктор исторических наук. Алексей Владимирович, продолжайте. Да, и мы продолжаем. Итак, мы сейчас поговорим о реформе 1907 года. В этом мне помогут Станислав Малышев, цимбалисты Андрей и Дмитрий Колышев. Ну, наверное, пойдем с офицерского состава. В 1907 году издается приказ номер 171. И вводится походный мундир защитного цвета, который как раз на Станиславе Малышевой мы можем увидеть. Шаровары тоже защитного цвета, как вы видите, защитная фуражка с подбородочным ремнем. Погоны в данном случае капитаны. И мы можем сказать за счет того, что на мундире прикреплен полковой знак лей-гвардии финляндского полка, что это капитан лей-гвардии финляндского полка. Еще одна деталь – это выпушки на клапанах мундира и на обшлагах, как вы видите. Ну, мы можем еще одну деталь заметить, как и на парадном мундире у Станислава Малышева красуется знак за окончание пажерского корпуса. Это привилеговое военное учебное заведение. На нем же портупея офицерская образца 1912 года, которая составляет комплекс походного снаряжения. Как вы видите, на портупее крепится, на мне такая же портупея образца 1912 года, крепится кобура с револьвером на ган. Здесь же офицерская шашка и планшет. На шее у Станислава Малышева, как вы видите, одет бинокль, что тоже очень важно для корректировки огня, для проведения регистриировки местности. Следующий мундир – это мундир уже нижнего чина, 199-го пехотного кронштадтского полка, представляющего в мирной жизни военно-историческое объединение 199-й кронштадтский полк. Здесь мы можем увидеть тоже детали. Фуражка образца 1907 года без подбородочного ремня, поскольку это пехотная часть. Подбородочный ремень носили на фуражке офицерской фуражки и также носили для нижних счетов кавалерии и конной артиллерии. Шинель тоже в скатке, как мы видели на Владимире без родины, когда говорили о русско-японской войне. Единственное, может быть, детально, которое я не обратил внимания на Владимира, говоря о русско-японской войне, мы говорили, почему белая шинель? Она не белая, там обмотана плащ-палатка была на шинели. Здесь же плащ-палатка прикреплена к торбе образца 1909 года, но об этом мы поговорим чуть попозже. Это подсумки для трехлинейной винтовки образца 1909 года. Здесь суконное обмундирование представлено на бойце, и поскольку мы говорим еще о периоде до начала Первой мировой войны, на всех наших и на офицерии, и на нижних чинах у нас представлены сапоги. Слушай на плечо! Кругом! Ну вот, когда мы говорили, смотрели во фронт нашим коллегам, то форма была похожа. Здесь мы можем увидеть различия в униформе. Если мы говорим о пехоте, армейской пехоте, то вы обратите внимание, вот эта торба образца 1910 года, притороченная плащ-палатка и колья. Надо сказать, что шесть нижних чинов могли образовать полноценную палатку, собрав ее. Да, обязательно сухарный мешок, вот видите. А если кого-то не досчитались бы? Ну, как правило, мы говорим о комплектованных частях, но можно было в усеченном виде. И вчетвером, и вдвоем можно было как бы создать жилище, да, но мы говорим о полноценном варианте. Обязательно фляжка 1909 года, если мы говорим об обшиве. Кстати, и на офицере у нас тоже снижу с манеркой, видите, пристегнуты для удобства питья. Хорошо, кстати, на офицере видна вот задняя часть портупеи, видите, образца 1912 года, перекрестные. Не как у нас в фильмах, там, с кольцами пытаются изобразить. Действительно, в кино часто нарушают правила. Виден котелок, который одет на шинель, видите, он вдет как бы в шинель. Здесь то же самое, но здесь алюминиевый котелок, здесь у нас медный котелок на гвардейской. Та же скатка, но мы видим ранец образца 1894 года. Это так называемый гвардейский ранец. Тоже плащ-палатка, дополнительно, видите, думали о солдатах. Это коврик, который позволяет постелить его, чтобы спать на земле. Здесь у нас представлен, если мы говорим о уже непосредственном полку, поскольку мы здесь обратили внимание, что это 199-й пехотный кронштадтский полк, армейская пехота. Здесь у нас гвардейский полк, один из самых, наверное, славных полков русской императорской гвардии. Это полк лей-гвардии Преображенской. В прошлое среду, как вы помните, мы отмечали полковой праздник лей-гвардии Преображенского полка. 19 августа каждый год преображенцы отмечали свой полковой праздник. В данном случае мы можем сказать о погонах. Если у нас здесь рядовой 199-го пехотного полка, здесь у нас ефрейтор лей-гвардии Преображенского полка. И еще несколько деталей. Кругом. К ноге. Небольшое отличие, которое тоже очень важно для нас. Дело в том, что мы можем сразу говорить о гвардии. Потому что, как вы видите, на обшлагах армейской пехоты у нас нету вот этой вот тесьмы. Здесь у нас белая тесьма. И вот здесь у нас красная планка. Она немножко закрывается шинелью. Да, мы сразу можем сказать, что это лей-гвардия Преображенский полк. Но Дмитрий Колышев, блистательный наш мастер по военному костюму, он здесь, скажем, не дает нам ошибиться. Поскольку на груди у этого славного ефрейтора лей-гвардии Преображенского полка красуется полковой знак лей-гвардии Преображенского полка, изображающий, в частности, святого апостола Андрея Первозванного. Видите, определенным образом известное нам хорошо распятие. Ну, как вы понимаете, дело в том, что мы во всех генштабах понимали, что война будет, скорее всего, долгой. И тогда уже заботили, хотя этот шансовый инструмент появляется еще и в XIX веке, но и у русского пехотинца, армейского пехотинца, у гвардейского пехотинца мы видим саперную лопату. Еще несколько отличий. Если мы говорим о гвардейской пехоте, в частности, о лей-гвардии Преображенского полка, который здесь представлен, на Дмитрии представлена геморастерка образца 1907 года. Немножко таких курьезов хотелось бы рассказать, потому что это все уставное, то, что мы видим. Были эксперименты. В частности, полковник Франковский предлагал своей геморастерке эксперименты 1909 года. Двухсторонние выворотки. С одной стороны коричневого, с другой стороны зеленый. Не прошли, слишком долго стоили. Но немцы во Вторую мировую войну стали использовать как выворотки масхалатов. Но об этом не только. Сразу после новостей на телеканале 78 обязательно дождитесь. Продолжаем говорить о русской императорской армии начала 20 века, точнее об амуниции. Алексей Владимирович Иронович, доктор исторических наук, профессор Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. У нас по-прежнему в гостях. Алексей, продолжай. Итак, мы продолжаем. Мы говорим уже в этой части о Первой мировой войне. В этом мне помогает Роман Панов и Московой Игорь. Мы говорим о русской императорской армии, русской императорской гвардии. Сейчас же мы поговорим об армейских частях в годы Первой мировой войны. Но начнем мы с солдата Кронштадтского 199-го полка, того же полка, который в форуме мы видели только что накануне Первой мировой войны. Как вы понимаете, война явилась не тем прогулочным событием, к которому все готовились. Думали, война осенью уже закончится. Мы все знаем о плане фон Шлиффена-Мольтке, покорении Бельгии, захват Парижа и потом разобьем русских на Восточном фронте. Ничего этого не получилось. Надо сказать, что русская императорская армия, не закончивая мобилизации, спасла Францию. Как это не абсурдно звучит, потому что мы начинаем действия в Восточной Пруссии. Проходит Гумбиненское сражение 20 августа 1914 года. И русская императорская армия спасла Францию. Впоследствии она спасет Францию еще и в 1916 году, когда отправит туда русский экспедиционный корпус, форму которого мы тоже видим и о которой мы поговорим. Но сначала со 199-м пехотным кронштадтским полком. Если мы говорили о форме накануне войны, она, как вы понимаете, была более дорогая. Помните, подсумки для трехлинейной винтовки образца 1909 года кожаные. Здесь мы видим уже брезентовые подсумки, брезентовый дополнительный подсумок. Если там был патронтаж, вот этот большой патронтаж тоже, помните, черного цвета, пропитанный, да, с кожаной отделкой, то здесь уже все это брезент. Понятно, что массовые армии, миллионные армии надо было как-то одевать солдат, вооружать солдат. И ярким, наверное, примером того, что происходит с армией является, знаете, как вот на человека смотрят, когда мы принимаем часто человека, мы смотрим на его что? Обувь. Вот как вы правильно заметили. И мы сможем, если для русского экспозиционного корпуса во Франции, который здесь представляет руководитель военно-исторического объединения 199-й полк Роман Панов, здесь все понятно, все-таки сапоги. В Европу чай поехали, да, то для русской императорской армии, которая воевала на Восточном фронте, мы видим уже сапоги с обмотками. Да, это, конечно, более дешевая, ну, я бы сказал, достаточно практичная обувь. И мы здесь были не одиноки, все армии переходят на сапоги с обмотками, и германцы переходят, забыли же своих блистательных рыжих сапогах на 32 гвоздя, тоже сапоги с обмотками. И все переходят, конечно же, в защитное мандирование. Единственное, тоже очень важный пример, поскольку мы говорим о русском экспозиционном корпусе, значит, косвенно говорим о Франции, французы в годы Первой мировой войны начинают Первую мировую войну в блистательных мундирах, в парадных мундирах, синие мундиры, красные штаны. Самые большие потери в результате этого во французской армии из-за такой яркой формы. Наши же были очень умные, да, и в седьмом году уже перешли на походное мундирование защитных цветов немцев, в 1910 году. Надо сказать, хотя были и курьезы. Допустим, в 1914 году есть воспоминания Гиппиуса, когда она пишет, что она видела эскадрон гусарского полка на зеленых лошадях, где командир эскадрона приказал покрасить лошадей. Ну, сами понимаете, что в таком случае случается с лошадью, если ее покрасить в зеленый цвет. Не знаю, насколько это исторический факт, может быть, это воображение, да, но тем не менее, вот это было восприятие, что все должно быть защитное зеленое. Да, на плечо, кругом. Ну, вот некоторые детали. Ну, всем вам хорошо известны те, кто служил в советской армии или даже в российской армии, Сидор, да. На самом деле, это мешок туркестанских линейных батальонов образца 1869 года. Такой же мешок, но, правда, уже зеленого цвета, поскольку, помните, с 7-го года мы переходим на защитное бандеравание, там с 12-го года вообще все в защитное перекрашивается, да, либо создается уже защитного цвета. Вот там пожитки солдата. Те же приколья для палач-палатки, которая должна превратиться в палатку, создать убежище для простого русского воина. Как вы видите, уже лопатка, если мы на предыдущих нижних чинах видели лопатки в кожаных чехлах, какая кожа, конечно же, шадуаровская лопаточка здесь уже у нас находится в брезентовом чехле. Но вот русский экспедиционный корпус одевался с иголочки, ну, относительно с иголочки, да, воевать были, отправились сначала в Марсель, потом должны были воевать во Франции и в Македонии. Поэтому, как вы видите, здесь торба образца 1910 года, суконное обмундирование, да, в отличие от, здесь вот комбинирована часть суконного, да, шлях, хотя хафф, хотя бумажного, но некоторые детали для нас очень важны. Дело в том, что поскольку во Францию прибыли, вот мы видим здесь фляжку французскую уже, здесь у нас русская фляжка, да, уже тоже в брезентовом чехле, здесь у нас французская фляжка с двумя горлышками, тоже такая необычная. Да, здесь у нас вот штык-нож винтовки «Лебель», да, они получили французские винтовки. Слушай, кругом, к ноге, и вот обратите внимание еще на детали, если у нас здесь подсумки русского образца, здесь французские подсумки для винтовки «Лебель». Определенно важная деталь, конечно, в 1916 году появляются каски и в русской императорской армии на Восточном фронте, но единственная особенность к этим каскам в России, почему-то вот я, когда занимался с исследованием фондов военно-исторического архива, смотрел количество касок. Смотришь, такое количество, их должно было хватить всем воевавшим, а на фотографиях не так много. Потом, встречая сведения, чуть ли не как котелки заклепывали эти отверстия в касках, использовали как угодно, но не по назначению. Не могли представить, что такая вот штука, кастрюля, защитит голову. Но, тем не менее, во Франции русские солдаты тоже получают каски, поскольку это каска системы «Адриана», можно одеть ее, показать. Она была разработана во Франции и взята на вооружение в русской императорской армии. Единственной особенностью этой каски является кокарда в виде двуглавого орла. Видите, вот эта накладка в виде двуглавого орла. Еще одна особенность, конечно же, той страшной войны. В 1915 году мир сталкивается с страшнейшим явлением. Это явление называется оружие массового поражения. Появляются газы. И в Россию приходят тоже газовые атаки. Одна из первых газовых атак – это атака под Осовцом в августе 1915 года. И все воюющие страны начинают работать как и над созданием химического оружия, боеприпасов, так и защита. Всегда нападение вызывает защиту. Необходимо было разработать противогазы. Для России это противогаз Зелинского. Вот он здесь, в этой коробке присутствует. Можно будет достать, да? Давайте так вот для удобства. А вы пока расскажите, почему два горлышка у фляжки. Ну, вот по поводу... Это француза, мы сейчас к нему дойдем. Вот там находится такая вот маска противогаз Зелинского. Ну, одевать, наверное, не надо, но вот есть такое представление о противогазе Зелинского. Спасибо большое. Мы теперь перейдем к французу. Ну, вот у него французский противогаз. Да, я думаю, Роман, попробуем одеть, да, французский противогаз. Это будет очень необычно. Это не противогаз в привычном нам понимании. Ну, это противогазная маска, да, надо сказать. Ну, вот противогаз Зелинского противогаз в привычном нам понимании. Вот так вот выглядел солдат русского экспозиционного корпуса во время газовой атаки. Ну, необычно. Ну, тогда это становится уже обычным. К сожалению, вот лицо Великой войны, то есть страшной войны, это становится привычным. Впервые танки появляются. Первая танковая атака из 11 танков один только дошел до линии соприкосновения. Все остальные сломались. Но страшно, так как? Помните Макарский, да, пыд, когда этот танки английские, Мак-5, там, это вообще что-то такое невообразимое. И вот вы спросили право-французскую фляжку, почему она двугорловая, да, потому что с одной стороны пить, с другой стороны наливать в кружечку, да, очень удобно. В общем, французы педанты, да, как можно было и без вина воевать, да, поэтому во французских окопах мы находим и бутылки винные. А в немецких, кстати, пивные бутылки. Вот так вот продолжим разговаривать о том, во что одевалась русская императорская армия сразу же после рекламы. Походное обмундирование и снаряжение русской императорской армии начала 20 века. Вот о чем мы говорим сегодня. И продолжает лекцию Алексей Владимирович Аронович, доктор исторических наук. Алексей Владимирович. Мне продолжают помогать рыбалкин Игорь и Станислав Малышев. И в этой части мы поговорим о ударных батальонах. Надо сказать, что ударные батальоны появляются в 1917 году, когда происходит развал армии. Уже после отречения государя-императора Николая II, как вы помните, русская армия продолжает все же сражаться. Но с меньшей, я бы так мягко сказал, охотой. И здесь мы видим с одной стороны форму ревельского ударного батальона. Часть чинов ревельского ударного батальона были наиболее патриотично настроены. Как вы думаете, кто это? Это были русские студенты. Вообще надо сказать, что сражаться и готовы умереть за Россию была русская молодежь. И в годы гражданской войны, как со стороны белых, так и со стороны красных, воевали молодые люди, которые достигли генеральских чинов. И вот тогда, уже в 1917 году, все это проявляется. Символом ударных батальонов становится Адамова голова. Ну, как бы сейчас сказали, череп с костями. Да, вот это Адамова голова, которая обозначала презрение к смерти. В русской императорской армии в двух полках этот символ уже использовался. В пятом гусарском, Александрийском полку у гусар смерти. И в 1917 генерала Бакланова полку. Эти символы, символ Адамова голова использовались. Вот они более активно начинают внедряться в русской униформе. Униформе уже русской, но, к сожалению, не императорской армии в 1917 году. Но наиболее, наверное, славным подразделением русской армии смутной эпохи 1917 года был Корниловский ударный отряд. Он был сформирован по инициативе капитана Неженцева. С благословения генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Но приказ еще выходит в бытность верховным главнокомандующим генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Немножко о ярких деталях Корниловского ударного отряда. Как вы видите, каска, которую мы уже изучили, обращаясь к русскому экспедиционному корпусу, каска системы Адриана, образца 1916 года. На ней появляется взамен русского императорского орла, который фактически входит под запрет. Хотя в деталях униформ он, конечно, использовался. Никто бы не стал закрашивать пуговицы. Хотя действительно обтягивали, закрашивали. И появляются, как шутили тогда, курицы без орлов, орлы временного правительства. Но все же большая часть в униформе этих деталей сохраняется. А вот герб на головном уборе, он уходит. И появляется тот же символ Адамова голова, который обозначает презрение к смерти. Для Корниловского ударного отряда, который впоследствии после августого выступления генерала Корнилова будет переименован в Славянский, вводится на погонах тоже, как вы видите, Адамова голова, литера К, генерал Лавр Георгиевич Корнилов, и сочетание двух важнейших для ударного движения цветов. Это черно-красный, который обозначал лучше смерть, чем гибель Родины. Корниловцы активно используют эти цвета. Как вы видите, на левом рукаве у нашего капитана Корниловского отряда шеврон, щиток с надписью Корниловцы, Адамовой головой, двумя перекрещенными мечами и гренадой, силу гренадерских частей. Снаряжение, офицерское снаряжение образца 1912 года. Присутствует противогаз системы Зелинского, который мы уже увидели на нижних чинах на 16-й год. Понятно, что газы никто не прекращал применять на фронте, они активно использовались. Маленькая деталь, но приятная. По идее, если бы мы говорили на начало войны, Станислав Малышев бы носил бриджи. То есть, достаточно прямые брюки, если говорить современным языком. Здесь же, я позволю немножко не установить варианты, Станислав, вы не могли бы продемонстрировать всю красоту ваших штанов? Здесь мы видим галифе, как говорили, с ушами. И чем, так сказать, более боевым был офицер, тем больше мог себе позволить уши. Вот такая маленькая деталь, но тем не менее интересная. Здесь уже вкладыш от планшета присутствует на левом боку с картой. Понятно, что это тоже очень важная деталь униформы. Надо сказать, что поскольку война становится позиционной, этот предмет очень важен. Немножко продолжим о нижнем чине ревельского ударного батальона. Вы обратили внимание, что каски отличаются. На Станиславе Малышеве каска системы Адриана, разработанная во Франции. Но Россия тоже хотела разработать свои каски. И поэтому на территории Великого княжества финляндского, нынешняя территория независимой Финляндии, которая всего там чуть больше ста лет, были разработаны и выпускались каски системы Зольбер. Вот эта каска, видите, она с навершием таким, пупырышком. Надо сказать, что эти каски в таком количестве были выпущены, что финны использовали до 80-х годов в гражданской обороне. И эти каски, и та другая каска оригинальная. Особенно Зольберы очень часто встречались у нас здесь. Снаряжение, мешок туркестанских линейных батальонов, сухарный мешок, в принципе, все, что... Ну, под сумки 909 года, в принципе, все, что было на складах, все использовалось. Даже у меня находил материал, использовали ватные шинели. Вот замечательные фотографии на слайдах. Вот этот френч, френч-гимнастерка из частной коллекции, представляет вообще уникальное такое сочетание. Там костяные пуговицы вырезанные, что было на фронте, из того и делали. То есть очень много неуставных вещей. Надо сказать, что и на мне не совсем уставной предмет. На мне гимнастерка с накладными карманами, в принципе, гимнастерки носили нижние чины. Но уже с начала Первой мировой войны офицеры понимали, что лучше быть похожим на нижнего чина. Потому что появляются снайперы, появляется необходимость как-то слиться в солдатской среде. И это не только касается гимнастерок. И шинели, офицерские шинели заменяются на солдатские шинели. По крови я имею в виду, да, материал был лучше. Знаменитые фотографии государя императора Николая II со своим штабом все в солдатских шинелях. Еще несколько деталей. Мы говорили о головных уборах. Но хотелось бы продемонстрировать. Вот, наверное, себя одеть полностью. Я все-таки находился в помещении, да, без головного убора. А полная форма все-таки в таком сочетании. Очень интересный всегда головной убор, но мы к нему привыкли. Да, это папаха. Сейчас, кстати, отмененная в новой российской армии. Наверное, полковники очень переживают. Но это папаха для нижних чинов. Унтерофицерская, судя по расшивке вот этим шнуром. Но папаха очень интересна по своей конструкции была. Если мы расстегнем эту папаху... Ну, на голову одевать не буду. Доверьтесь мне, что она... Вот она, видите, опускается. И вот это вот такой вот намордничек. Ну, сейчас для нашего карантинной системы, наверное, очень бы порадовались. Да, он закрывает лицо. Потому что в холодное время папахи вот очень удачно служили. Потому что если не было папахи, то при температуре, начиная от минус 5 градусов, носили вот эти башлыки из верблюжьей шерсти, да, которые тоже наматывались на голову, закрывали уши, хотя были и наушники. Но, тем не менее, надо сказать, что война-то все-таки это не сласть. Думали, что за несколько месяцев все закончится. А мы говорим с вами сейчас о ударных батальонах. Это уже 1917 год. Да, 1914, 1915, 1916, 1917 год. А для всей Европы это еще вплоть в 1918 год. Только 11 ноября 1918 года эта страшная война завершилась. Но, говоря о всем этом комплексе и разнообразии, мне бы что хотелось подчеркнуть. Да, вот очень небольшой промежуток времени, который мы с вами успели затронуть. Предыдущая передача, первая передача, это парадное передирование русской императорской армии, конца 19-го, начало 20-го века. И это начало 20-го века. Представляете, насколько быстро изменился мир? И все это можем проследить в военном костюме. Я еще раз хотел поблагодарить за то, что нас сюда пригласили на одну и на другую передачу. И, конечно, моих коллег, без труда которых, эти передачи были бы просто невозможны. Еще раз говорю, это не театральные костюмы, это точные копии исторических костюмов. Спасибо большое лекцию о русской императорской армии. Мы сегодня услышали от Алексея Владимировича Ароновича, доктора исторических наук, профессора Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Ну а далее смотрим новости на телеканале 78 с Сергеем Курбаном. Ремонт на Среднеохтинском проспекте близится к завершению.